Новый экспресс-тест позволит быстрее выявлять коронавирус. Анализ будут брать так же, как и при ПЦР-тестировании из носоглотки, только ждать в разы меньше. Он утвержден в 13 клинических рекомендациях. При подобном применении мы его можем применять на любом этапе оказания церкви помощи, начиная от оказания помощи на дому, заканчивая стационаром. Руководитель Роспотребнадзора Марина Потяшина заметила, что татарстанцы очень увлеченно изучают свои антитела, регулярно делают тесты, следят за показателями. Главный санитарный врач республики напомнил, а при этих тестах нужно смотреть в первую очередь на наличие антител, а не на их количество. У меня 300, а кто-то говорит, а у меня 2000. Так вот я хочу сказать, что на сегодня ни одним ученым в мире не доказан защитный антител. Неизвестно, 300 это защищает или 2000 защищает. По-прежнему не очень дела обстоят с вакцинацией старшего поколения именно в городах. В селах и деревнях многие сделали прививки на дому, и в этом им помогли местные фельдшеры. С городами дела обстоят сложнее. После введения ограничений в связи с ухудшением эпид-ситуации многие пенсионеры предпочли сидеть дома. Власти планируют начать вакцинацию таких категорий граждан на дому. Мы начнем вакцинацию на дому в 365 лет. После того, как интенсивность нагрузки на прививочные пункты крупных города снизится. Мы рассчитываем, что когда цифра, ну так или иначе, произойдет, когда-то будет в районе 20 тысяч в сутки. Заявили власти о том, что в реанимациях татарстанских больниц на ИВЛ нет тех, кто прошел полный курс вакцинации. В силу возраста и особенностей здоровья вакцинированные люди справляются с ковидом в стационарах. Но, несмотря на это, ни одного случая смерти людей, которые провакцинировались и получили иммунитет, не зарегистрировано.